У нас сезонное повышенное напряжение, сейчас оно очень активное, я и сам лично наблюдаю за этим видео, он встретил, он сказал, что вызывал бригаду на планетельник, я не знаю, правильно ли нужно было через начальник РС содействовать, или хватает того, что было нет, через главного инженера, вот у меня большой просьб, давайте понизим, я знаю, что летом... Оно вот глобально повышенное напряжение или где-то по районам? Значит, я не могу сказать, нет, не по районам, но приходят люди с разных районов, весной у нас такое перенапряжение, и вот сейчас улицу, летом, я знаю, вы повышали, потому что было понижено, ну я погрузил... Да, погрузили, давайте понизим, люди же грамотно у нас понаставили везде, они же не приходят, они не говорят, что у них высокое напряжение, они говорят, у нас света нет, вот, они подоставили вот этих вот своих защит, у них свет тухнет, холодильники щелкают, в общем... В смысле нет, есть АТП, на карте Татанцев, это когда уже идёт впитающая оценка, мы уже когда-то будем там... Ну, наверное, не по всем уходу, я думаю, что у меня строится... ...ситуация... 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 ...по памяти... ...14... ...Ленину... ...Ленину... ...16 точно, а дальше я уже не помню, потому что люди приходят, мы с этих газоризов пришли... ...просто если можете перенять новое заявление... А ТЭЦ уже выберет те подстанции, где необходимо понизить нам пришло... ...хорош... ...и мы туда уже привяжемся... Ну, что бы не получилось, что мы сейчас понизим, и у кого-то... ...предлагается, что... ...перенос счетчиков к нам на подстанцию против... ...я вам сразу завалю, теперь оказывается... ...предлагает вам поменять опломбировку... ...так что у вас был доступ к управляющим сетям, но он опломбирует только учёт... ...уже такие президенты были, они знают, как это сделать... ...возможно, что у вас отвертильное обслуживание от этого не страдает... ...вотоплаты мы... ...против... ...против... ...сегодня мне скинули письмо, это мне должно быть на некоторой почте... ...я отверну стресс, и я вам сразу его перейду... ...там все их аргументы... ...наши службы, всё остальное... ...там самый плохой аргумент, это же, первое... ...насчитываются потери, которые мы облачиваем... ...плюс к тому, что... ...сверх... ...наши употребление... ...и должны понимать... ...соединяем отчёты у нас на котельность... ...соединяем отчёты на ППП... ...и разница в показании ценов, то есть... ...показания есть и плюс эти котельные... ...соединяем отчёты на 10, сочтявка на... ...соединяем отчёты на 10, не обслуживаясь документарной... ...соединяем отчёты... ...принятие решения о учёте там... ...принимается Одесса уголовная... ...на вывод в управление... ...поэтому мы сделали запрос... ...соединяем отчёты на... ...на ещё много затянуло... ...со мной расчёты потери есть... ...соединяем расчёты... ...ваши расчёты... ...поэтому... ...стануете... ...соединяем... ...поставь... ...вы мне просто сейчас... ...дайте, пожалуйста, электронную почту вашу... ...что я сразу не скину... ...так будет быстрее, чем... ...кульбу можно... ...так, у меня было... ...три вопроса было... ...ТП-821, это... ...КНС-2... Это потребительное время, когда у нас убывает один, в последнее время стало два года выбивать, мы умеем, что делаете зашивку на грузках. Все будет. Вечер мы с вашим диетриком замерзан на грузах мы проводили, то есть ваш автомат допускает ту мощность, которая там была на грузах, то есть, скорее всего, причина, как мы думали в чем, именно в самом автомате. Но и бывает не в нашем автомате, то есть в нашем автомате держит. Ну, в одной, которая именно на вашем насосе, правильно? Да. В одной. В общем автомате, да. Да, то есть, там просто ключ к примеру, то есть, как мы думали, что это именно проблема в самом автомате, которые нам не заменили, потому что там автоматизированные бомбы службы экономической безопасности. Ну, в вашем анагентику, ну, самолюбкую, пускай письмо напишет нам. Ну, и про доступ и сняли. Да. Ну, в последнее время, насколько я знаю, там уже этих проблем нет. Ну, нету, потому что уже разъехали, сезон закончился. Да, суть не в этом. Там еще одна была причина в одном потребителе, у которого автомат корону не его заменили. Ну, это где-то месяц назад было. Было внутри. И, насколько я тоже знаю, вы там, у нас набиратели, контактное соединение тоже перепоявили там заново, кто же был, произведен, что там в данный момент не проходит. То есть, ну, после этих работ, ну, насколько я знаю. То есть, должно быть все нормально, живем с его человеком? Нет, ну, заменить автомат, наверное, стоит. Что нужно от нас? Это письмо? Письмо, чтобы мы смогли снять эту пломбу нашей службы экономической безопасности. Для того, что они нам не подчиняются. Даже... Но они снимут. Даже просто провести протестатику самого автомата, посмотрите, в каком состоянии. Там все закрыто, там даже не видно, ну, контактных свежей. Что снимают? Что снимают? Хорошо. Понятно. Теперь по КНС-1, по этому воду, по СТЖ все время один вод. По крышам забиты планы ремонта, крышам не ремонтированы. До зимы, как вы понимаете, по городу Южный, там есть не одна, несколько, которые мы до зимы закроем крышу. Да. И третий вопрос, легко займемся трансформатором. Скажем, посмотрим на маршруте будет сильно, как как-то, в реалитет может быть ремонт. Трансформаторы пока не заменились. Сейчас идем, должны забрать ремонт отрансформатора. Проводить свой участок. Проводируем замену. То есть, это в плане этого года? В плане этого года. Да. Значит, подстанция Сычап находится в управлении Одесса обла-энерго. А в установке какого-либо оборудования там принимают решение, непосредственно, Одесса обла-энерго. Не экономистов. Мы дали запрос по переносу учета. Получили число ответа отрицательность. Само письмо сейчас находится у меня на электронной почте. Я по возвращению перекину, какие аргументы у меня есть. Там есть предложение по поводу перепломбировки, так чтобы не мешать оперативному обслуживанию электростану. Мы делаем так по этому вопросу, Юрий Васильевич. Вы забираете письмо. Мы занялись на электронной почте. Мы ее работаем. Учитывая, что наш мэр с вашим первым водителем в нормальных человеческих отношениях, мы Владимиру Николаевичу даем это письмо и решать для нас вопросы. Мы договорились так, что на нашем уровне два вопроса решаю Новацкий, а остальные решаю я. Только один из вопросов до моих поручений. Поэтому только появится это письмо. Честно. Как это технически будет удобно для вас? Если вопрос нет, он должен быть решен. Доворились. Значит, я пишу. Сейчас учет письмо. Письмо Чугунникова. Что же я у нас по Чугунникову? Все. Ну что, по водоканалу буквально два слова. Вопросы и что решили. Я так понимаю, что, Сергей, обследование крыш в этом, по каким есть вопрос. Вы будете сами работать или вы будете помогать? Обследование крыш у нас есть. У нас есть список ТТ. У вас уже есть. Ремонт предоставлен. Это включено в планы этого города. То есть мы должны будем закрыть. В частности, это 822 тоже есть один список. А вот этот список. Можем этот список где-то увидеть, чтобы мы понимали? Как вы там? Могу отрезали. Могу отрезали. Могу отрезали. Сегодня вам отправили. Дайте электронную почту. Мы поехали на почту. Значит, коль вы этот вопрос задали, значит, вы с хлопцем встречаете, электронку получаете, переносите и дивились. Мы тоже поехали. Нам люди задают вопросы. Значит, чтобы мы чисто информативно имели эту информацию. Так, другой вопрос. Второй вопрос был по ТТ-827 ГНС-2. Эта электронку выпивала постоянно один или два года вечера. Выключить решение, что можно пересмотреть автомат, подозрение на то, что просто нужно заменить. Посмотрите, какая система может быть нужна. Была проблема с конечным автомобилем, но ее решили. Это кто будет этой проблемой с Сережей. Значит... А сколько письмо? Там стоит пломба. Заполивающая организация. Это чисто действие. Письмо. Они ее меняют. Мы приехали в Сауревку. В Сауревку вы рассказываете, он отказывается, связывается с Сережей. И потом вы меня, так сказать, информируете о решении и полном, неполном, я думаю, что там вопрос. И трехи вопросы. Трехи вопрос. Замена трансформатора. Что по трансформатору? По трансформатору на Сычавской и на Сычавской. Ну, пока говорим про КНС, да? В Сычавской у нас КНС-1 там, и КНС-2. Сычавка на пляже у нас КНС-2, Сычавка-1. Мы делимся там и там. В октябре месяце будет? То есть, приезжая лаборатория, я так понимаю, рекомендует. Нет, это просто в плане октября уже включена замена. А, включена замена. Угу. Все. Кому мы заходим? Звон на, он же нет. То есть, сейчас у нас уже, давайте представим, что с сегодняшнего дня начальника КНС-2. Алексей Валерьевич. Ну, это бывший начальник, выехал просто так, где-то здравствуйте. А сам, где-то с КНС-2. А так, ну что, учитывая, что нас ведет жителей Южно, разрешите здесь присутствующих. Всего города поздравить. Новый руковод Стареса, мы надеемся, за плодотворную взаимную работу по ликвидации тех проблемных вопросов, которые, не дай бог, будут достигать. Все равно это производство. Ну, в свою очередь, рассчитываем на ваше понимание. Желаем вам удачи, здоровья, самое главное. И чтобы все у нас получилось. Значит, трансформатный октябрь месяц. Тоже Сауляк, кому зло, точнее, если нам тоже захочет. Вот мы таким интересом захочется узнать. Алексей Валерьевич, вам вот. Он сейчас уже будет руководить всем этим процессом. Так, все, да? Так, дальше, какие у нас вопросы? Я так понимаю. Самый объем не в ТЭП, Андрей Викторович, конечно. Да. Значит, вот трансформаторы у них свои, у меня городские. 24-й, 824-й. Заменим. Заменим. Поставлены два трансформатора по 630. Это мы имеем Ленина, Ленина, 7. Ленина, 7. Ленина, 9. И химиконика. И химиконика. Просто там поменяли. Там был один трансформатор. Тоже заменили трансформатор. Тоже трансформатор. Его заменили на ту же мощность, но целый. Ну, целый там. И ошеновали включение. 810-е. По 810-е. Какой вопрос у нас будет? По трансформатору. По трансформатору. По трансформатору. По 810-е трансформаторы по нагрузке проходят. У нас там проблема есть с кабелем внутренним. Кабель, да. Стрелял внутренний. Кабель мы меняем. Мы его сейчас заменили. Поменяли. Сделали заказ. Пока что выдерживает. Но желательно заменить кабель. Тут, кстати, вопрос такой. Кабель как бы мы уже получили. Это по 0.4. По 0.4, да. Мы будем менять в порядке текущей эксплуатации. То есть это подразумевает то, что не будет ни проекта на замену кабеля, ни соответственно согласование. Нам нужно будет содействие вашей городской службы, чтобы не дай боже, что ты не пропали. То кабель будет заниматься. То есть мы идем по существующей трассе? Конечно. Нет. По расклупку ордера, да. Я говорю, что не будет проектная документация. Ну, как положено. Там делается проект, это делается в порядке текущей эксплуатации. Потому что средств на проектные работы у нас не было. А кабель там есть? То есть мы свой кабель просто меняем? То это когда у нас было 15? Да, у меня какие? 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 Да, я же планировался у нас на... Ленин на 15, там у нас те... 15, 17, 17... Нет, у нас там был один кабель какой-то там больше километра. Помните, вы говорили, что он проходит? Это мы говорили, что у нас строители 13. Да. Это не тот раз. Он будет в плане, но сейчас мы будем менять. Мы меняем кабель, который у нас до 200 метров. У нас где-таки 15, 17, 17. Вот этих три дома. Эти три дома, они все от десятых пачек устраиваются. От 800 до десятых. Да. Это химиков. Нет, Ленин на 15, Ленин на 17 и Ленин на 17. Недавно вот там его... Попробуем. Попробуем. Серёга, ты подтверждаешь или нет? Эти три дома должны быть у нас этих ТП по поводу замены. Мы только что знаем. Что, что? По поводу замены. Ну, нет. То есть, это начали с того полиции. Ты просто и фенейсами начались. Это не по адресу вопрос задали. Это вопрос главному инженеру, не консистенту. Вот если где-то с учетом будут какие-то проблемы, это вопрос будет как-то складываться. Значит, мы меняем эти три адреса. Далее что по поводу? Нет. На когда планируется? На до конца года планируется. На получение материалов. Алексей Валерьевич, экскаватор у нас находится в господина Петрикова, директора водоканала. Есть там узкий ковш, есть там мета, поэтому выходите на... Кто там из ваших будет заниматься? Николай Игоревич слышит это, он напротив вас сидит. Поэтому любой день, за день там позвонить, чтобы мы подали. Ну просто и раз планировали свои работы. И если бы мы никак не поделились. Можем? Да, я просто толкну. А, иногда обменяемся. Так, значит, соответственно, строители 13 относятся у нас пока на будущее. Мы будем закладывать, там без проекта не обойдется, если такая длина кабеля, мы будем смотреть, может мы его приключим в какой-то другой такой. Или опять же, надо будет делать проект непосредственно, чтобы... Ну все, что полное. Так, дальше идут вопросы у нас такие поменьше. Рубильники 50-ые, находящиеся у вас на подстанции? Рубильники. По рубильникам у нас создается аварийный запас на базе Южинского участка. Вот в случае, где, что будет подмирать, мы будем оперативно поменять их все потоком. У нас, главное, на данный момент. Как мы это говорили. Да. Да. Крышу мы уже... Да. У нас все будет в порядке выхода из строя. По рубильникам, да? Ну, тогда давай же. Вы создаете здесь запас, и они вы говорите, как правильно, в чем производство? Ну, разные. А, допускатели на армянском стоят. А, допускатели на армянском стоят. Это уже следующий вопрос. Да. По армянски мы еще пойдем. Так. Теперь, ну, про стоимость подключения мы говорили, что вопрос не решаем. Стоимость подключения, да. Так. Отключение в ручном режиме решаем вопрос. Отключение за неуплату бюджета. В ручном режиме мы с вами договорились. Значит, перед лимитом мы с вами договорились с новым проектом договора. Мы приходим к нашему... Сейчас. Сейчас начинается заявочная кампания. Уже, наверное, с понедельника, чтобы подошел ваш специалист, приехал в РЭС, и мы отвезли этот вопрос по лимиту. Сейчас начинается заявочная кампания. Все расскажут, покажут, помогут, и нас запроводят. Это касается всех. Потому что у нас есть еще проблема лимита по школам. Мы же там поставили электрокортез, сейчас заканчиваем там уже линии. Мы еще нам в прошлом году в тестовом режиме разрешили работать. На этом году мы там уже ставим. Мы не заканчиваем, выполняем все проекты, так сказать. Но там для увеличения лимитов тоже, да? Алексей Викторович, школы тоже до вас должны решать. Там немножко не было, то есть там, если, наверное, нужно внести изменение в договор. То мощность, которую они брали, она большая. Ну, я верю, да. Если они не будут договор, то есть там они уже будут иметь успех, которые надо. Согласно технически два следствия. То есть все мои нет. Проблема в том, что они договор не могут до конца. А что? В чем там проблема вообще с этими школами у нас? В чем там проблема? Нет. Не хотят, не умеют. На той неделе они только получили проекты согласованные, приходили к нам разом. Семь школ, да, по-моему, семь проектов? Да. То есть они сейчас выполняют работы, которые там были за конца. Да. Выполняем работы. Я принимаю, например, и мы просим, извиняюсь. А только после выполнения работ можно этим заниматься? Все правильно? Спасибо. По выполнению работ по школам с подрядчиком к нам приезжал. Мы говорили этот вопрос, каким будет письмо, мы будем его допускать. И что это надо, если мы выполним эти проекты, как это полегчит нашу участь? У вас будет тепло в школах. И надежное электрособжение в школах и садах, да? Естественно, вы устраиваете более в разных сетях. Хорошо. Андрей Викторович, извиняюсь, пожалуйста. Значит, по поводу ПИНИ мы с вами договорились, что мы направляем письмо на председателя Олесу Болдега. Вы направляли письмо на председателя Олесу Болдега? Мы направили, но ответ еще не получили. Хорошо. Значит, следующий вопрос о армянской лечении. О армянской лечении. У нас есть три подстанции, которые в первую очередь мы изобили. 824-я, 826-я, 817-я. Которые мы нужны в выключательной нагрузке, чтобы можно было нормально оперировать и оперативно выключить. Сейчас сделался заказ в проектную группу. Тоже сейчас отработает проектировщик. Потому что он нужно будет делать проект для того, чтобы нормально, корректно составить селентный закон. Включательную нагрузку. И планируется их не озаметь. А вы только не знаете, как комментирование по инвест-программе как будет? Или же как правильно? Я помню с принципами. Вот прям все, в порядке. В порядке текущей программы. Да, это будет долго. Но проекты должны быть сделаны, потому что без проектов мы не сможем заказать нормальный оборудование. Хорошо, а скажите, сроки какие-то? Сроки? Я, как начальник Минтернского АРС, я бы хотел войти в зиму уже с нормальным оборудованием. А как мне это оборудование даст Одессу БЛНР? Потому что там финансировано. Мы работу готовы выполнять. 824-й мы в октябре поменяем. У нас получается цепочка. Надо, чтобы вывести какой-то участок кабеля или же искать поврежденный камень без этих выключателей, нормальный поперёд. Угасим всё, потом день включаем, потом опять день включаем, это всё затягивает время. При наличии нормальных выключателей нагрузки мы сможем это делать быстрее. Как поиск, так и вывод ремонта. Лучше поставить на 27-е. Это мы сейчас мастерем. Это предложение мастеря, непосредственно кто эксплуатирует управление или подстанция? 24-ка на шпинах. У нас какие требуется взамен? Ну, многие. Ну, давайте мы всё и сразу не обмирим. Так, а смотри, 24-ка, 27-я и, по-моему... 17-я или 17-я, по-моему. 17-я, по-моему. А вот этот тип отстанций какой-то. А ну ещё раз номера. 24, 27. 27 и 17. На химику, да? Да. На химику. Ну, я нашёл. Нет, на химику там стоят выключатели. Это не надо. На РП у нас здесь стоят нормальные массовые выключатели. Я так понимаю, что вот этим наберём три адреса, при номере, по станции, на которой ходить. А ну, в планах этого будет, скажем. Пока скажем. Чуть лиже. Ну да, вот есть по станции, которые у вас плане этого. А, всё, давай. На Чапли запланировалось 124-й, а дальше будет уже. Ну, то мы уже наберём. Сейчас ситуация посетится, ситуация с Андреем. Так. Ну, в ходовые критерии, мы смогли, какие автоматы приехали. Техничные проекты, в ближайшие проекты, они приехали в Кратяшку. Кратяшку, болтовые соединения, мы согласовали уже всё с конца месяца. Работаем вот. Чергова служба. Чергова служба, это наша ОПД. Соответственно, конкретно под сам город Южный у нас не получится выделить. А у нас написано в обязательстве, при покупке, в ОПД написано обязательство создания... На базе города Южного у нас есть ОПД, есть три бригады, которые дежурят каждый день. Обслуживают они не такой же большой участок, уезжают они недалеко от города Южного, но у них ещё обслуживание есть село Зачалка, Хошары и новые билеты. То есть, так будем идти далеко от города Южного уезжать. Конкретно с детям постоянно здесь и больше другой работой их не занимать, вы сами понимаете. Это не ремонтная эксплуатационная бригада, а вероятно мы знаем бригада, которая аварийная. Ну понятно, пожарная, пожарная. Не просто сутками сидеть в бригаде одной и заниматься ждать, что здесь что-то бахнет, шантаж, тоже на нем же не будет. Поэтому для них есть ещё участки, которые они обслуживают в лесу. Андрей Викторович, пожалуйста, Заговодьев, какие у нас есть проблемы с ситуацией вот этой пожарной дежурной, или как у нас борода на сегодняшний день? Какие у нас неудобства состоятся? Ну, только что, я, наверное, не встречал другую вашу, я всё время, если на выезд, если у людей на аварию, это всегда волонец, который играется. Мы готовы волонца хватаем, возим машинами и трясёмся, не дай бог, что той волонец где-то, если только звонок волонца до монеты или волонец не отвечает на телефон, не дай бог, то сразу паника повара. Зачем паника повара? Если куда-то звонится, можно всегда в полцентре. Полцентр автоматом передаёт всю информацию на диспетчер. Нам сейчас установили телефон на диспетчерскую службу, в которой нет один выход, только на полцентре, больше не нужно. То есть прямая света. Какая информация пошла, она сразу поступает в диспетчер, диспетчер пускает на диспетчерную команду. Поэтому бегать искать волонца. Все мы звоним в Одессу. Одесса БРДЕ, Одесса БРДЕ на леске, люди шукают так же, как мы в Волонце, так мы сразу шукаем Волонце, это полиэту. Потому что срочно звонить только волонцу. То ли позвонят за 10, то ли с лиском, то ли вы, все равно адрес Молынец. А если вам надо, что диспетчер может все на бригады направить, и через полчаса они будут здесь. Да, и в Волонце получалось так же, правда, было первое, чем Волонец. А вы на диспетчерскую выходили? Ну, на диспетчер... Диспетчера обычно звоним. То есть мы на диспетчерскую... А вот вы? Наши диспетчера куда-то звоним. Не, я не звоню. Просто чтобы вы понимали, вот это вот время отклика нашего, как бы, вот вы позвонили в диспетчерскую, насколько вот оперативно... Вы знаете, у нас только что-то случается, что-то случается, было три раза такое. В моей практике, звонок один звонок, второй звонок третий, сажу на машину, звоню, и доезжаю до своих листей, потому что идет поток. Потому что если бы это один случай, если это случается, что у нас начнется, а все остальное нормально, тогда да. Вот если бывает, что заключается с принципом... Вот в принципе, для того, чтобы этот поток остался... Был создан колл-центр. Там сидит сколько таких операторов? Человек 20 или 20. Да. 20 операторов с многоканальными телефонами, которые принимают... Закаровой. Вы же разумно-литейно. Я разумно-литейно, но это создала и моя идея была по созданию колл-центра, да? Да, вы же понимаете, что это создало большинство стоящих структур, мы сегодня... Тут мы не можем... На данный момент, с вечера забирают телефон городской, но будет связь только с колл-центром. Непосредственно с потребителями общаться не будет. То, что у нас происходит. Да? Это раз. Второе. Кроме телефона диспетчера у вас есть мой телефон, у вас есть телефон главного инженера. Ну вот это... Вот это так оно... Давайте, да? Алексей Валерьевич, как мы решали? Как решали? Непрадание благоу, что я не взял ваш... Вот это... Я думаю, что мне в этом говорить первый звонок начальника... А мы уже в принципе... Конечно, теографически Юрий Васильевич находится здесь. Он переживает душой за... Поэтому есть предложение такое. То, что создала вышестоящая ваша структура на каждую себе работа... Но мы с вами общий язык не имеем. Да. Будут телефоны, телефоны по телевизору, бегущей строкой, что есть телефоны это центра, что-то может кто-то из вас приехал и рассказывает, что это такое, чтобы вы не понимали. У нас есть ваши телефоны, и есть валанец, и все осталось, и валанец за валанца. Ну, да. Кроме валанца, есть и бригады, которые здесь тоже могут... Ну, есть предложенные... Валанец тоже не железно, он у нас и в отпуск уходит, и меня... Вот эти самые... Внимание, когда у нас валанец входит в выпуск, у нас начинается... У меня есть бригады, которые могут заменить валанца в следующей аварийной ситуации. Пожалуйста, руководитель, ни меня, ни Акси Валерича, если не получается выйти по официальному каналу. Будем решать вопрос. Будем решать вот далеко. В общем, мы что делаем? Мы оставляем за собой право, я же говорил, чтобы решать уже два вопроса. Вот первый вопрос, то, что мы говорили, так сказать, в самом начале, когда по чему не будет. Другой вопрос, по забег, червовую службу, и... и нехай лучше. Мы понимаем, что с этой ситуацией будет лучше то, что мы обсудили, но на всякой случае. Так, так вы мне еще скажите, по 810-й трансформаторами как, что мы там? Там трансформаторы замены не делают. Муфту заменили. Уже заменили. Но когда заменяли муфту, мы посмотрели, что было бы, конечно, неплохо, как, мы же хотим всегда здесь, чтобы было вообще идеально. Заменить вот эти 10-15 метров капель. Ну, посмотрим, насколько это. Испытание, оно прошло. Мы испытали, испытание прошло. Включать можно. У нас два обвода в каждом доме, кроме 15-го дома. Почему? В 15-м тоже два обвода. Все удалось. Просто мы меняем вот этот капель, который у нас в муфте. нет, это капель, это внутри ТП. Алло. Алло. Наши трансформаторы. Да. Отвечения трансформаторы. Отвечения трансформаторы. Отвечения трансформаторы. Ну, пока сделали муфту, испытали, включать можно. Включили. Включили. Это где? Включили. 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 Ну, ты ж строители на этом открываешь. Ти ж устроители. Да я чёрт тебя знаю, тут заниматься, как закрыть. Я ж откуда. А, там пора, там наверное вот. Хорошо, зараз поднимемся. Я знаю, ну, ОПВД приехал, технический директор, раз приехал. Пошёл хорошо. Так, все эти вопросы. два новых вопроса у меня появилось. Одна просьба. Значит, сейчас у нас сбор данных на возмещение. Всегда мы вопросы ваших данных решали. Вы же нам длили вместе с Сергеем Владимировичем. Ну, у вас есть анализ, сколько потрачено погоды в целом погоде. Угу. 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 Вот. Обычно, я могу в смысле говорить. Годами сложилось. Годами сложилось. Но, вообще-то, это должны по уму делать. Мы вам эту информацию подготовим, передадим. Более того, мы вам ещё большую информацию вводим, чем, чем, даже мы не мечтаем. Потому, что мы сделали испытание, совместно с вашими электриками, сделали испытание контактных соединений. Это было очень интересно. Кстати сказать, мало когда мы такое делали, но мы замены сделали. Они, цифры мы предоставим на согласование. Ну, что? Вы должны знать. В целом, ситуация хорошая, я считаю. У меня сейчас идёт работа по проверке по тем, по тем домам, по тем домам, которые... Там, где вы заменили, нет, там вообще претензий никаких нет. Это идеал. Там, где не заменили, есть где поработать. Элиса, пожалуйста. Супер понял точно. Мы с вами договаривались, что вот в октябре месяце вы дарите своих людей, специалистов, и своих, их не ходят по подламу, и как обычно, как каждый год мы делаем. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Нет, нет, нет. Это другой вопрос. Мы сейчас обсуждаем вопрос подготовки документации, для того, чтобы мы официально продолжали оплачивать. Ну, каждый год. Транзит через ваши сейфы. Потому, что там приходилось. Сейчас просто добавилась дополнительная информация, которая для этих целей нам нужна. Поэтому мы звонили с аэнергетиком, приехали, сделали замеры, опытным путем, скажем так, не расчетом, а опытным путем. Ну, самим было интересно. А вот и при месяце, тоже мы делаем совместно. Он же приехал инспектор. Единственная просьба, извиняюсь, мы вам принесем документы на согласование и обменяем все инспекторы. по проверке домов в зимней из плави. У нас сейчас было поистем, если не были кризисом, я покраснел. Что-то не бред, когда нас спали. Нас обычно рвают. Поэтому я хочу, чтобы мы совместно посмотрели на эту ситуацию. что-то улучшилось, или это, надо сказать, что не делали. Поэтому в октябре месяце так мы домовность выдаем, договорились, выдаем, специалистов ходят дома, смотрят, делают замечания, что мы имели возможность за ноября месяца поменять все наши финансовые возможности. Так, Андрей Викторович, пожалуйста. Еще один вопрос. По вскоре случаем, что здесь у меня сделали реконструкцию дома, заменили всю руководку и заменили схему его подключения. Если до вчерашнего дня у меня был по одному учету на освещение и на лифты, то сегодня по проекту их разделили и нужно по два учета на лифты и на лестничные клетки. Что мне надо сделать, чтобы официально опланировать и поднести в эксплуатацию два показать нам проект мы согласовываем. проект согласован и не ничего и внести два счетчика надо увеличить мощность. и если мы поставим а они поставили два но два учета расчетных на такие такие струкции как может просто оставим 2 оставим 2 на нас устраивает расчетных схем вас расчетных схем всех все нормально Увеличивает мощность сейчас Ну, как оно Более технически Зачем так не станет служба Рано же, проект есть Роман, да, я там и туда смотрел Я ждал, что это сделано Когда салат салат салат, куда же делается Салат 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 Ну, это проект патрианки, в принципе, он как бы Где будут наши воздатели За ругодно смотрят Когда вы что-то будете делать, приходите, мы будем заранее смотреть Я его уже перекопал как мог Значит, тогда мы оставляем схему останавливать Тогда более, там сейчас она на носок перекошлась Более основательно делаем, пломбируем, да, салат Да, то есть вы для себя ставите технически Или на одно клон, на второе А в голове у нас будет два расчетных Если для вас меньше проблемных, затранных Ну, там просто нет смысла Еще оставить вам что-то Согласен Так, еще у нас какие вопросы? Вот, это единственная у нас претензия, что трансформаторы поменяли без присутствия нервов Отлично И шариков, да? Лучше перестраховаться Это же как-то Новый год, знаете, без света встречать было русского Да, в северный город, в другой северный праздник Может, мы с вами спиток вытащили еще раз? Нет, ну, в этом видео мы понимаем, что, в принципе, у нас сейчас везде инициатива снизу идет Но тут мы просто вовремя перехватили на удаленном совещании Получается А люди, когда у них собирают подписи, ну, конечно, мы бы не хотели, чтобы в нашей работе необходимо вообще было собирать подписи Нет, так это же письмо благодарное все А, ну, как раз Да сомневаемся, что с этим делом Нет, все просто было поменять их Потому что, как бы я обращался, сказали, что их еще не поменяли Я думаю, стоит это в планах замера У меня не было такой информации Вот, и поэтому решили так сделать, потому что, уже не в один раз отключался свет Мы стараемся максимально уделять сейчас внимание подготовке зимы именно по Владу Ружину Понимаю, что здесь у людей на русских полезных ягод Мы же ту зиму уже знаем Вот, у нас уже есть горькие опыт всяких праздников, не гораздо Хочется отпустить Ну, в общем, звезды, как это было уважение Учитывая, что, как бы, сегодня ресурсы у нас уже не стало Да, я совершенно понимаю, что все Мы, наверное, мы до 21-го числа будем приложать ваших посетителей Мы собираем, кстати, может быть, ваше бы участие было бы от города В пятницу мы будем на 10 часов обсуждать вопрос с крупными потребителями С крупняком, скажем так, многоемыми потребителями Ситуацию, как мы будем проходить зиму в случае каких-то там Негоразвик возможных, например, все в ламках И будем обсуждать неплохо, потому что, ваше присутствие готово Потому что мы хотим предложить вариант перехода на ночное время Чтобы нам не надо было переносить тяжесть на население Ни в коем случае Это основной вопрос Что мы хотим создать такую схему потребителя Такой график на русский нашего леса Чтобы максимально все-таки население... А в основном, это ли с кем будете общаться? Там список огромный, да Это не только в Южном, это в целом всего района Как бы вот от громады Южного... Да, а мы в 10 часов в пятницу, да? В пятницу в 10 часов Нас мы могли бы оттащить, у нас сроки поджимают У нас указания до 21-го... Если получится, мы будем 6 утра Если получится, 6 утра будет сам В прессе 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 Если мы не хватит места, мы поднимемся в акту Нет, нет, мы обязательно... Мы со своими стульями приедем здесь Понимаете, мы будем предлагать это все Но когда рядом ходят крестовители флора И скажем, ну действительно, ребята Вы что можете сместиться? Да вот людей сместить на ночь Стирайте ночью, это нереально А вот предприятие... А вот самый опасный момент Вот это 6-7 У нас все Все лифты Все высотки Для нас это высотки Так, какие еще есть у вас вопросы? Если вопросов нет, еще раз Поздравляем вас с окончанием решения Размельчениями Спасибо Спасибо за это Встречу Если будет необходимость Сейчас мы будем просить еще одна Спросы И сказать Какая встреча Хорошо Сейчас я с вами только эту тему обсужу Когда бы выполнение Хотя бы ставить администрацию Визвестно что Потому что это все-таки Ну да, ну брать Лишает людей Чувство праздника Чувство праздника решает Бабыч, он был более свободы в этих делах А кто это еще ждет? Страх Да 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 Ну да Не бойтесь Электрика у вас будет И слава комбин Цель нашего сегодняшнего совещания это подготовка к зимнему периоду потребителей города Южного Обсудили Тонкие места, которые есть по городу Южного И пути их устранения В частности, нами уже проведены работы По замене трансформаторов на увеличение мощности По ТП города И до зимы планируется еще провести несколько реконструкций По замене кабельных линий питающие жилые дома А также трансформаторных подстанций Будут проведены замены ячеек 10 кВт Все, что от нас зависит, мы сделаем И постараемся сделать так, чтобы зимний период Для жителей города Южного прошел со светом и в тепле Участки мы оговорились сегодня И постараемся эти проблемы закрыть до Нового года Чтобы в зиму мы все-таки зашли без этих тонких мест Я хочу сказать, что большинство вопросов, поднятых на прошлом совещании Были решены до этого совещания основными И главными вопросами было Это замена трансформатора То есть то, что действительно волнует жителей нашего города Это замена трансформаторов на Лейна-7, Лейна-9, Химиков-10 и Десанта-19 Заменили с повышением мощности два трансформатора Я думаю, что это даст возможность без перебоя Наработать всю зиму этим домам Также был вопрос положительно решен по замене трансформатора Во дворе Ленина-20 была там авария Я думал, что будет трансформатор ремонтировать На самом деле его заменили Это тоже очень положительный момент Были решены вопросы с заменой кабеля внутри трансформатора Находящегося на Лейна-17, Лейна-15 А также представители Коментаринского РС говорят о том, что закуплен материал на замену кабелей Которые маленького сечения Которые недостаточные сечения У нас есть на домах Лейна-15, Лейна-17, А У них закуплен материал и до Нового года эти кабельные линии будут заменены Это очень положительный момент Потому что действительно данного сечения на сегодняшний день уже не хватает Я думаю, что технически мы должны пережить Единственное, что при условиях уменьшенного отопления Основная нагрузка будет ложиться на электросети И те мощности, которые разрешены, которые проектные Будут превышены И поэтому будут отрабатывать защитные механизмы Которые находятся и в домах, и в ТП И свет, если будет такой перебор, будет отключаться Но это не аварийное отключение Это защитное, которое не допускает выхода сетей из строя Поэтому будет слабое отопление, будут отключаться дома Но это защитная реакция устройств Это нормально, это правильно Потому что перелимит допускать нельзя На следующий год мы оставили вопрос замены кабеля на строителей 13 Есть у нас там вопрос нерешенный Но рабочая ситуация в планах стоит И замены ячеек на подстанциях до конца года будет сделана часть А именно три подстанции Остальные будут перенести на следующий год Это рабочие совещания Мы ежегодно проводим где-то два-три до четырех совещаний С представителями с руководством Мобилэнерго Сегодня был технический директор Мобилэнерго С руководством Коминтерновской АРС Потому что в преддверии подготовки к отопительному сезону Всегда возникают вопросы Всегда возникают вопросы, которые и силами Финансов Мобилэнерго и силами Коминтерновской АРС Должны решаться на территории нашей Это обычная рабочая ситуация Мы проводим встречи с некоторыми другими Областными структурами Для того чтобы объединить свои усилия И решить те проблемы, которые существуют Появились у нас, будем так говорить Мы уже можем констатировать тот факт Сегодня у нас была проблема Ленина 9, Ленин СМ, Химиков 10 Маломожный трансформатор Особенно люди страдали в преддверии Нового года Потом в преддверии Пасхи Ну понятно, люди в эти дни включают массу духовки Все обогревательные приборы Готовятся к празднику Трансформаторы не выдерживали нагрузки Их просто не хватало В этом году они уже поменены Там стояли 400 трансформаторы Это тот запас, который уже позволит Обеспечить безаварийную подачу электроэнергии Вот на эти дома В этом году мы очень серьезно работаем Сейчас приступили В прошлом году, вы знаете, что Мы установили в школах и в садиках Вот эти электрокотлы Для Догрева теплоносителя Либо Подачи тепла, когда не работает Наскотельная Эти котлы, собственно говоря Ну так, директора Заветующих садиков Директора школы Говорили, что это, в принципе, помогло В апреле месяце Особенно, когда у нас Котельная отключилась 1 апреля А апрель, в принципе, был холодный Но мы работали в прошлом году В тестовом режиме Так сказать, котлы поставили Подводящие электролинии Подводящие сети Не успели поставить Вот как-то так Вот на старых сетях Пытались Перебиваться Подавать Вот это тепло В этом году Мы приступаем Сейчас уже согласовали Всю техническую документацию И будем делать Так сказать, надежное Обеспечение Наших садиков И школы электроэнергии Переходим В вторую категорию Это с двух источников Ну, делаем Подачу электроэнергии В школы И в садики Надежной Чтобы она, так сказать Не было Не приносило нам Неприятных сюрпризов Вот этот момент Очень положительный Ну, а остальное Работаем Тем более, что Договорились Что у нас есть ТПшки Где протекает Крыша А протекание Крыш для Электрообороны Очень значимо Потому что нарушается Режим эксплуатации Ну, вот эти все моменты Они будут выполнять Мы будем смотреть График Вы присутствовали На этом совещании С самого начала Оговорены адреса Оговорены графики Оговорены объекты И совместно Мы будем их решать Ну, участка у нас Вроде бы Ну, как выровнено Все Вот в процессе Подготовки В процессе Замеры Лаборатории Прочность проверяет Наображение Все вроде бы Как это Проблема остается Самое тонкое место Это то, о чем говорил Шестов У нас 57 Подъездов Это старые дома Это дома, которые строились В самом начале Самыми первыми Уже 35 лет Вот у них Проектное потребление Электроэнергии В каждой квартире До двух Киловатт Есть дома до полтора Киловатта Полтора или два Киловатта Болер сегодня Сегодня Любой нагревательный прибор В этом есть проблема И слава богу Что в советское время Строились вот эти все линии С каким-то, так сказать Запасом Вот это нас спасает На сегодняшний день В прошлом году Мы начали эту работу Осенью Сегодня мы поменяли Или Внутреннюю Электропровода Внутренней Электрической Сети 18 подъездов Ну, посчитайте Осталось еще 29 подъездов Вот за эти 29 подъездов Мы в какой-то степени Переживаем Потому что там действительно Если Будет Недостаток Температура Теплоносителя Поддаваемость Котельной Люди будут Дополнительно Включать какие-то Электрические Приборы Обогрева Квартир Может создаться проблема Хотя я думаю Что мы сумеем решить вопрос Мы должны решить этот вопрос Это на городе Южном Мне должно сказаться Точно так же Вот Вы слышали Что мы в пятницу Шестом въедем В РЭС В Лиске Будет представитель Болэнерго Будет представитель Некоторых наших Мощных Предприятий Промышленных И мы будем Снова пытаться Договориться Что у нас в городе Не было веерных Отключений Электроэнергии Которые В прошлом году Преследовали Город И наш областной Центр И остальные населенные Центры Кроме города Южного Да, мы в аварийном Варианте Были Отключения Отдельно Домов Но в планах Верных Отключений Что нам Нам удастся Обеспечить Температуру Теплоносителя В тех Параметрах В которых мы обычно Поддаем Там 20-24 градуса Тем более, что мы Делаем До начала Отопительного сезона У нас будет Демодернизировано 25 элеваторных узлов А у нас их все 60 Что обеспечить Экономию газа В этих 25 домах Эту экономию газа Мы распределим Среди остальных Домов И таким образом Не превышим Тот лимит Газа Который нам доведут На отопление Дальше домов Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова